Серпухов собрал сильнейших спортсменов на одном ринге. В Надежде прошел масштабный турнир Знамя Победы. На закрытии присутствовали именитые гости. О том, чем запомнятся эти соревнования, расскажет Олеся Акинфеева. Зрелищные бои с непредсказуемым исходом. Накал эмоций как в зрительном зале, так и на ринге. Ярких моментов у турнира Знамя Победы было немало. Вот так начались финальные поединки в день закрытия. На трибунах зрителей еще больше, чем на открытии. Неудивительно, ведь в финале турнира каждый бой как произведение бойцовского искусства. Дарья Салендер представляет Ямало-Ненецкий автономный округ. На эту победу, говорит, рассчитывала как никогда. Ехала в Серпухов снова доказать себе, что она может много. Дарья сразилась с Аленой Артемовой. Поединок продлился три раунда и завершился единогласным решением судей по очкам в пользу Дарьи. Она взяла золото соревнований и денежный сертификат на 400 тысяч рублей. Поздравил победителя заместитель главы администрации Серпухова Андрей Дзюбленко. У меня соперница для меня была сильная. Она мастер спорта международного класса. Она неоднократно становилась призером чемпионата России. И поэтому я настраивалась к ней очень хорошо. Немного волновалась. Первый раунд, а потом собралась и все хорошо. В декабре Дарья стала первой в своей весовой категории на Кубке мира по боксу среди нефтяных стран. Будущее бокса впечатляет. Упорства им не занимать. Так оценивает уровень подготовки участников турнира Олег Саитов. Двукратный олимпийский чемпион по боксу. Сегодня он возглавляет Совет чемпионов, созданный пять лет назад при Федерации бокса. Люди, которые прошли, знают хорошо этот вид спорта, добились чего-то в этом виде спорта. И они присутствуют. Обязательно вы видите, все присутствуют на соревнованиях. Смотрят за тем, чтобы было качественное судейство. Если есть претензии, пересмотры, они участвуют в составе комиссии в качестве голоса по, правильно ли бы определена победа или нет. Находимся с Советом чемпионов здесь с первого дня. Бои действительно достаточно зрелищные. Ребята показывают очень хороший бокс. Что самое интересное, что здесь нету чемпионов, нету первых номеров наших лидеров в сборной. Здесь самый тот резерв нашей сборной, пятые, шестые номера, которые как раз между собой достаточно четко выполняют свои поставленные задачи тренеров и идут к победам. В Серпухов съехались более 140 боксеров. Возраст спортсменов от 19 до 40 лет. Турнир «Знамя Победы» проходил в 13 весовых категориях у мужчин и в 12 у женщин. В каждом дивизионе у представителей сильного пола состязались по 8 боксеров, а у дам по 4. Для меня не все родные. Я очень сожалею, когда кто-то проигрывает. Но радуюсь я исключительно за всех. Это честно говорю, искренне. Мне всегда хочется побед. И я поддерживаю тех, кто проиграл. Но и придаю им в том числе сил. И работаю тоже как психолог, потому что бокс – это такой вид спорта контактный. Сегодня ты побеждаешь, завтра кто-то другу. Поэтому очень важно поддерживать. И я не могу сказать, что здесь какие-то прям такие новые имена. И все, всех ребят мы знаем. Это они наши тоже члены сборной. Но ковид многих из ребят выбил из строя. Поэтому сегодня после ковида было интересно посмотреть. Кто-то переболел тяжело. Получилось сложнение. Но здесь они показывают себя в блестящей форме. Все хотят выиграть. Не просто выйти и отработать номер для какого-то зачета или что-то еще. Пытаются прям выиграть. И люди видят это интересно. Я как спортсмен, который, честно говоря, вообще не люблю. Вживую мне нравится смотреть бои. Я там под невизу не особо сейчас смотрю. Здесь мне интересно. Поддержать коллег приехали настоящие легенды, титулованные боксеры. Они же провели для всех желающих мастер-классы. Александр Поветкин отмечает, турнир выдался впечатляющим. Даже в момент интервью то и дело оборачивается, чтобы ничего не пропустить на ринге. Отличный уровень. Ребята лучшего класса все. Я смотрю за боями. Очень интересно. Они напряжены, очень интересно спорить. Бокс. Кстати, ну все единоборства, и борьба, и рукопашем боя. Я не беру только бокс. Они воспитывают. И делают, наверное, все-таки человека добрее. Хотя говорят, что это единоборство. Все равно добрее станешь. Однозначно. И слабого никогда не обидит хороший спортсмен. В зрительном зале представителей других федераций Максим Гузовский возглавляет в Серпухове федерацию смешанных боевых единоборств. Говорит, не мог не посетить это мероприятие, которое объединило все сообщество спортсменов-борцов. Это знаковое событие для нашего города. Это большой турнир. Турнир сильнейших. Здесь собраны прекрасно сильные боксеры. Посмотреть обязательно надо было. Знамя победы запомнится обширной географией. Спортсмены представляли 44 региона страны. Показали себя, получились у соперников. Подарили болельщикам, поклонникам бокса настоящий праздник. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова